Как вы думаете, можно ли купить сайт? Да, можно. Сайты продаются и покупаются точно так же, как и автомобили, любые другие вещи, как любой другой предмет, который выполнит в формате даже БУ. И БУ сайты успешно продаются и успешно покупаются на сегодняшний день. И, условно говоря, мы сегодня поговорим в этом видео о ПБНах, что это такое, что это за аббревиатура, и какое оно имеет отношение к перепродаже сайтов. Оставайтесь, и я постараюсь ввести вас в курс дела. Все мы знаем, что факторы ранжирования в поисковых системах разные, но самый ключевой фактор ранжирования в поисковой системе Google – это ссылки. И ссылки лучше всего делать, конечно же, из места, где вам будет их проще всего сделать. Я перечислял самые известные факторы ранжирования еще в предыдущих роликах. Мы все это знаем. Это и сайты-справочники, это сами сервисы Google и Яндекса, где можно зарегистрировать свой ресурс. Конечно же, это обязательно соцсети, в которых нужно создать свои бизнес-профили. Ну и, конечно же, самые простые ссылки, которые можно сделать, это просто обратиться к СМИ и написать им. Например, классные сервисы типа LaPressFit, позволяющие опубликовать любую журналистскую заметку о себе на сайтах СМИ, это один из самых простых вариантов даже получить ссылки бесплатно, работая как эксперт. Но можно и заплатить денежки, и разместить полноценный пресс-релиз на блогах и СМИ-площадках. Но не только этим способом. Иногда можно размещать ссылки на площадках, которые подконтрольны именно вам. И Private Block Network – это те самые площадки, где вы можете размещать свои ссылки самостоятельно. Безопасная SEO с PBN. Часто в отношении сеток сайтов можно услышать вопросы, касающиеся безопасности. И сейчас я расскажу свою точку зрения. Суть в том, что при правильном подходе сетки сайтов можно эффективно и безопасно использовать для продвижения своих сайтов. Это касается и Рунета, и англоязычного интернета. Сетки блогов. Какие есть особенности у этого метода? Это направление требует усилий, времени и средств. То есть нужны будут и денежные затраты, и довольно много времени, и вообще усилий ваших или ваших сотрудников по освоению. Подходят для сеток блогов и дропы, то есть сайты просроченные, которые можно через аукционы, например, купить, или в свободном доступе для регистрации. Также «Новореги» или «Свежереги», то есть сайты без истории, которые вы просто регистрируете и используете как сателлиты для сетки. Или «Web 2.0», так называемые бесплатные платформы блогов, например, «Tumblr.com», «Blogspot» или «Wordpress.com». При правильном подходе сетки очень эффективно работают. Но нужно отметить, что этот метод очень рискован. Если вы новичок и у вас нет опыта, то, скорее всего, первые у вас эксперименты с сетками будут неудачными. Это абсолютно нормально, но добивается успеха тот, кто не прекращает усилия и продолжает проводить эксперименты для получения эффекта. Суть метода заключается в следующем. Создаются сайты, то есть разрозненные, может быть, или перелинкованные. Я предпочитаю не линковать сайты между собой, то есть они абсолютно автономные. Создаются сайты, наполняются контентом, обычно это статьи, заметки, видеоролики с текстовым описанием и так далее. И далее в этом тексте размещаются ссылки на продвигаемый сайт. Какие есть особенности работы с сетками? Первое условие для безопасности – это нужно купить Windows VPS, то есть или выделенный сервер, или часть выделенного сервера. Любой вариант подойдет на Windows. И вы через этот VPS заходите и работаете со своими сетками, то есть не со своего домашнего компьютера. И желательно на этом Windows VPS или сервере использовать VPN, для того, чтобы вы заходили, например, с американских только адресов. И никаких не должно быть продуктов Google, то есть ни Gmail, ни Google документы и таблицы, ни какие там Google диск не используются абсолютно. То есть браузер Google Chrome тоже не используется, то есть все что угодно, но не гугловские продукты. Потому что Google активно использует отслеживание, вот когда человек в промышленных масштабах сетки делает, и затем Google о ней узнает, то скорее всего, один из самых вероятных вариантов – это Google вычислил через Gmail, через свои сервисы или браузер. Таким образом, лучше без Google продуктов обходиться при работе с сеткой. Важно очень максимальное разнообразие, например, не использовать один и тот же плагин, набор плагинов, например, один и тот же шаблон дизайна, один и тот же движок. Если у вас все сайты на WordPress, ну в принципе можно делать, но лучше, если часть будет на Drupal, на Joomla, на Static или другие какие-то движки без базы данных. То есть все что угодно, главное, чтобы никакой системы не было четкой и нельзя было вас отследить. То есть на одном сайте вы используете Yoast плагин на WordPress, например, на другом All-in-One SEO Pack, на третьем RankMess и так далее. То есть у каждого популярного плагина для WordPress есть аналоги и для других движков, то есть надо обязательно разные использовать, стараться, чтобы они вообще не повторялись. И у сайтов не должно быть общих признаков, то есть никаких там информации об авторе, контактных данных. На одном сайте должен быть имейл на домене, на другом какой-нибудь, ну например, на Yahoo, на Яндексе и так далее. На третьем контактная форма. То есть никаких абсолютно признаков общих у сайтов не должно быть, включая хостинг, включая IP, включая регистраторов доменов. Это все должно быть разное. Что касается регистрации доменов на себя или на кого-либо еще, я делю сайты на две категории. Это те, которые важны для меня и с которыми я в будущем планирую работать. И те, которые не важны, это просто сателлиты, там они в принципе на 1-2 года нужны и все. И вот эти сателлиты я регистрирую просто на вымышленные персоны. То есть я их не буду продавать ничего, а те, которые основные и которые важны для меня, я регистрирую на себя. И еще при работе с сетками, поделюсь наработкой, важно сделать оповещение по индексу. То есть какое количество страниц у каждого из ваших сайтов находится в индексе Google. То есть можно программисту заказать небольшой скрипт, он будет пробивать, например, каждый день, например, ваши сайты. Если какой-то сайт значительно потеряет в количестве проиндексированных Google страниц, то вам придет сообщение в Telegram или на e-mail или другим образом. То есть вы сразу увидите, что сайт у вас забанен или какая-то проблема в Google, вы сможете быстро с него снять ссылки, прежде чем они смогут навредить вашему сайту. Какие есть сервисы для поиска доменов? В первую очередь это аукционы GoDaddy и популярный сервис xpieddomains.net. Также я привел еще несколько других альтернатив. С помощью их можете найти домены, которые вам подойдут. Конечно, выбор доменов это отдельная большая тема. Управление сеткой блогов. Когда у вас, например, 10, 15, 20, 30, 40 доменов, вы можете без проблем особых управлять ими вручную. Просто регистрироваться, заходить, логиниться в админку, делать там обновления, добавлять материалы, например, контент и выходить. Но когда у вас, например, будет 50, 100 и более сайтов в сетке или в нескольких сетках, то уже нужны какие-то решения для управления. И вот я привел примеры тех инструментов, которые мне понравились. Их на самом деле намного больше. То есть они облегчают работу с большим количеством сайтов. Своя PBN или покупная? Ну, имеется в виду, либо вы покупаете готовый PBN, либо покупаете услуги по размещению ссылок в готовых сетках на продажу. Это хороший такой вопрос. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. И нужно просто отталкиваться от своих возможностей, по времени, по финансам и по, ну, по вашему желанию изучать что-то. Если у вас будет своя PBN, то этот метод более эффективен, это направление. Но нужно учитывать, что вам потребуется затрачивать усилия на изучение, на тестирование, на какие-то эксперименты, пока вы, может, несколько сеток у вас уйдет, так сказать, в никуда, в пустую. Но вы приобретете ценный опыт. И когда вы уже получите опыт, то сможете нормально работать с сетками и получать хороший эффект с помощью сеток блогов. Покупать, конечно, быстро. Вы можете, например, заказать. На рынке есть довольно много предложений, что в Рунете, что и в англоязычном сегменте. Но эффект в целом меньше. И надо учитывать, что большинство предложений по покупке ссылок в сетках, они некачественные. Они направлены, в первую очередь, на заработок. То есть у людей, например, у многих, кто продают сетки готовые, или, например, продают ссылки с них, у них нет задачи вам обеспечить там на 5-10 лет ссылочный вес. У них первая задача – это заработать. В некоторых случаях при таких услугах выжимают все соки из своих сеток. И, например, в каждой заметке на этом блоге, например, размещается статья там со ссылкой на самые разные тематики. И в итоге с сайта получается большое количество исходящих ссылок. Это размывается там и релевантность, и ничего хорошего не будет. И в итоге Google все-таки фильтрует этот сайт. И в лучшем случае просто эти ссылки перестают работать, а в худшем они начинают негативный эффект давать. Так вот, со своими ссылками и со своими сетками вы более-менее застрахованы от этого. Если вы особенно не будете продавать других ссылок, ну, например, на продажу делать, то для своих целей сетка – это самый идеальный вариант. Но это много времени требует, и надо настроиться на то, что результат будет совсем не скоро. Я не хочу сказать, что все услуги там по продаже сеток и ссылок с них, они некачественные, но нужно искать опять. То есть на свой сайт продвигаемый не размещайте сразу вот эти покупные ссылки. Тестируйте на сателлитах второстепенных. Если какая-то услуга будет хороший эффект давать, то, конечно, можно ее заказывать снова и снова. Какие-то неэффективные или негативные моменты будете обходить стороной. В итоге вы найдете своих подрядчиков и уже будете с ними работать. Но я скажу, что я сторонник создания своей сетки. На мой взгляд, так более эффективно и безопасно. Спасибо за внимание. С вами был Михаил Шакин. А теперь перейдем непосредственно к делу. Давайте разберем, собственно, что такое Private Block Network. Private Block Network – это частная сеть сайтов, которые создаете специально вы для того, чтобы на них размещать свой контент и, конечно же, свои ссылки. Создать один сайт – это, в принципе, несложно. Создать два сайта – оно чуть-чуть труднее. Создать 10 – накладно. А создать 100 сайтов требует определенных навыков и, конечно же, определенных трюков. Опытные PBN-щики знают те трюки, которые даже не знаю я. Да, и действительно, это очень прибыльная стратегия для того, чтобы получать хорошие ссылки. Как берутся PBN-сайты? Конечно же, существует два способа. Первый, даже три способа. Первый способ – его можно с нуля создать. Вы можете создать с нуля сайт, заполнить его контентом, заказать контенту копирайтерам, например, или найти все-таки, сидеть самому, писать, если вы настолько, как говорится, у вас много свободного времени. И, конечно же, продавать с него ссылки. Метод самый дорогостоящий, требует огромных затрат времени. Метод номер два. Я его называю своеобразная SEO-шная некромантия. Можно найти сайт, который приказал долго жить, и восстановить его, и фактически купить его домен. И, конечно же, с этим методом я уделю чуть-чуть больше пристальное внимание, потому что с этим методом я сталкивался. Такой метод еще часто называют дропы. Покупать дропы, восстанавливать дропы, поднимать дропы. И третий метод – сайт можно просто купить. Сайты продаются, есть площадки сайтов, где их можно купить. И, конечно же, я по этому поводу тоже остановлюсь. Итак, поехали, расскажем, как делать правильно PBN. Привет. Говоря о PBN и о том, зачем они нужны, в первую очередь вы должны себе ответить на вопрос и сделать такое наблюдение о том, кто вообще, скажем так, пропагандирует PBN, кто их продвигает на рынке и так далее. То есть, в целом, если вы проанализируете, я вам могу закинуть уже некий анонс, то, что в целом PBN по большинству интересны тем, кто работает с тематиками, скажем так, по тем, по которым не крутится контекстная реклама. И в таких случаях им банально невыгодны гостевые посты. А если сравнивать методы, которые дают максимальный траст, управляемость и так далее, то, в общем, по разным сегментам это у нас получится, что нам сравнивать с вами придется PBN и, в общем-то, гостевые посты. И вот если сравнивать их цену, то для таких специфических тематик, в общем-то, стоимость гостевого поста сразу умножается в 2-3 раза. Вот примерно такой ответ вы всегда получите, когда заутричите или свяжетесь каким-то другим образом с площадкой, там даже через биржу и так далее. Вот, ну, в нормальных биржах вам просто не дадут с подобными тематиками работать, если они там не лицензированы. Поэтому, когда вы пытаетесь ответить на вопрос, нужны ли вам PBN, просто посчитайте экономику. То есть, мы рассматриваем вариант, когда вы сами или ваш специалист сетапит сетку, вот, а не покупает у кого-то там готовый PBN или просто как-то арендует. То есть, это другая история. И мы рассматриваем вариант, когда вы сами сетапите. Вот вам там банально один PBN обойдется там в 300-400 долларов. Вот, и еще нужно понимать то, что первые, там, 2-3 сетки у вас как бы будут забанены, и в итоге вам там 10 сайтов попадутся в совсем другую цену. Вот, а если вы более оптимистично настроены, ну, будем считать, что первую сетку вам там Google забанит, а вторая у вас нормальная будет. Тем не менее, бюджет на эти работы будет достаточно весомый. Поэтому, если вы этот бюджет просто переразложите на гостевые посты, вот один гостевой пост под бурж там плюс-минус нормального качества будет вам стоить 150 долларов. Ну, сюда можно досчитать там цену, цену часов работы специалиста и так далее. Будет не 40 постов, пусть будет 30 постов. Но у вас и не каждый пост будет 150, стоит какой-то 100 и так далее. Поэтому все равно это будет эффективно. Плюс вам нужно учитывать то, что там PBN нужно дальше администрировать и с этим их сопровождать, передавать между специалистами, которые приходят и уходят. В общем, это такая, скажем так, инфраструктура, которую нужно прям поддерживать, заниматься и так далее. Поэтому, если вы пообщаетесь с рынком, вы, не знаю, сможете ли найти хоть какое-то количество компаний, которые занимают, я имею в виду продуктовых компаний, либо обычных там бизнесов, интернет-бизнесов, которые активно продвигаются в PBN. Таких будет очень немного, потому что это весьма сложный инструмент в освоении, очень тяжел на потоке, дает много рисков дополнительных. И обычному бизнесу гораздо проще работать с гест-постами, потому что они имеют брендовую составляющую. И это как бы отдельная тема для глубокого разговора, какие дополнительные у этого преимущества. И поэтому PBN в первую очередь нужны для ниш, в которых невозможно нормально работать с гостевыми постами, ссылками там реф-программы, партнерских и других вариаций на тему. Вот, поэтому классическому бизнесу я ни в коем случае не рекомендую использовать PBN. Если вы хотите делать M&A сделки, то есть, например, покупать другие бизнесы и сращивать со своим, это другое дело, это нормальный бизнесовый подход, но это как бы совсем другие деньги и не те бюджеты, о которых мы сейчас говорим. Тем не менее, это как раз тот вектор, куда бы я рекомендовал смотреть интернет-магазинам, коммерческим сайтам, сервисам и так далее. То есть, это правильный ход будет. Вот, на этом все. Спасибо, надеюсь, мой ответ был вам полезен. Первое, где можно, собственно, создавать свои блоги, это, конечно же, бесплатные сайты Web 2.0. И здесь действительно есть большой раздолье сайтов действительно много. И это могут быть как привычные сайты ЖЖ. Например, моя известная статья, которая занимает топ, находится на первых местах. И ради интереса я этот блог веду просто там для себя, для интереса, и кое-какие трюки в SEO проверяю. И действительно, они надо срабатывать. Статья написана на Спрощево 26 февраля 2018 года, до сих пор в топе, без каких-либо внешних ссылок. И она в топе только за счет контента. Здесь идеальное сочетание длины контента, нужное количество терминов и правильность изложения. На самом деле, эта статья очень простая, написана простым языком, и действительно не требует никаких сложностей для ее освоения. Суть в чем? Вы можете выстраивать мини-блоги на сайтах Web 2.0, действительно, каждый раз публикуя какой-то свежий и новый контент. И более того, приватную сеть блога вы можете сделать очень просто. Допустим, вам пишут сайт, контент на ваш сайт. И вы видите, что вы дали одно тезо пяти авторам, один автор справился хорошо, а четыре плохо. Куда девать эти плохие тексты? Вот просто куда их девать? Выбрасывать, удалять, отправлять на доработку. Зачем? Все плохие тексты всегда пригодятся для этих самых приватных блоговых сетей. Создаете эти сети, покупаете для них уникальные домены, публикуете эти статьи, и все плохие версии статьи запихиваете туда, и, конечно же, что делаете? Не забывайте сослаться на себя. И вот этот трюк позволяет создавать сети, когда вы пишете статьи, заказывая, допустим, у копирайтеров для своего основного сайта, и все, что не поместилось, написано было плохо, уходит, конечно же, на приватные сети блогов. Мы для SEO Quick'а сами такие поднимали, в последнее время отказались от них. Почему? Потому что мы сейчас не заказываем тексты у копирайтеров вообще. Я вот с сегодняшнего дня пишу все тексты сейчас на блог самостоятельно. Если другие авторы пришлют действительно классный годный контент, я его опубликую. На текущий момент от сторонних авторов, приглашения сторонних авторов, я немножечко отказываюсь, и буду звать только те, кто действительно предложит какой-то классный, уникальный контент. Каким бывают известные сети? Конечно же, это ЖЖ, это же, конечно, блогер из известных, которые у меня есть, и, конечно же, WordPress, wordpress.com, который. Эти сайты позволяют Web2.0 создать простейшие блоги и вести их непосредственно с ссылочкой на себя. Вы можете сделать блоги, посвященные разным тематикам. Допустим, вы продавец утюгов, и одни посвященные, там, допустим, выбору порошка. Целые блоги, посвященные там советы домохозяйки по стирке, по этому. Другой блок, посвященный там по ремонту утюгов. Третий блок, посвященный банально, ну, каким-то общим тематикам, связанным с вашей, допустим, быт и уют, какие-то советы в быте и уюте. И вы собираете на них самый разный контент, заказываете, ведете его. Это дорого. Это очень дорогой путь, вести такие блоги. Вы можете для этих блогов купить отдельные домены. Каждый блок предлагает действительно покупку дополнительных расширенного функционала. То есть, допустим, даже сам WordPress, у него есть особенность, допустим, вы можете расширить непосредственно на нем функционал и подписаться на платные услуги, и посмотреть, какие они здесь есть. И, допустим, можно перейти на платную подписку и посмотреть, что они предлагают. Можно получить домен специальный, можно получить возможности встраивать плагин. На самом деле, на WordPress.com можно, ну, за деньги, действительно, ну, в принципе, не какие-то серьезные деньги, за деньги можно действительно сделать себе сайт, который будет полноценным сайтом для будущей вашей частной сети блогов. Собственно, PBN, оно так и задумывалось. Это сеть блогов, которые ведете вы, и, конечно же, оттуда вы продаете те самые, в лицо, те самые ссылки. И чем жирнее статья, тем весомей ссылочка оттуда будет. Но вы можете точно так же поднимать их сами, брать просто WordPress.org, скачивать, например, попросту дистрибутив WordPress. То есть, если, допустим, просто вбить WordPress.org, вы скачаете просто сам код WordPress. То есть, вот Get WordPress, вы его себе попросту скачаете, распакуете его на хостинге, установите и создадите свой сайт. Я действительно пробовал, работает, можно поднять свой собственный сайт. Правда, вопрос, мне это не нужно. А если вы собираетесь этим заняться, то, конечно же, это один из методов создания частной сети блогов, поднять свой сайт попросту с WordPress. и наполнять его контентом. Выбрать одну из бесплатных тем, которые предлагаются в WordPress, и поставить все необходимые плагины. Все темы и все плагины можно просто скачать прямо с этого сайта. И это не требует от вас никаких дополнительных финансовых вливаний. Платные темы обычно продаются на соответствующих других сайтах, платные плагины продаются, соответственно, на других местах. Более того, многие плагины, они условно-бесплатные, то есть, их платные версии активируются при установке платной версии этих плагинов. Поэтому в этом плане создание блогов. WordPress я считаю одной из самых уникальных CMS для этих целей. И в последнюю очередь я бы уже смотрел на другие CMS. Например, блогер – это чистая Web 2.0 версия с сайта, потому что других вариантов ее использования я не увидел. ЖЖ имеет тоже платный функционал, где можно сделать действительно уникальный свой домен. Но мне сам по себе дизайн и функционал ЖЖ не нравится. Поэтому я бы вряд ли бы его использовал для сетки блогов, которую вы планируете создавать на ЖЖ. Поэтому оптимальный вариант, который рассматривать, конечно же, если выбирать, то я бы брал WordPress.com, покупал бы там разные сайты. И я бы, конечно, не волновался о том, что эту сетку спалят, потому что проверить, кто владелец довольно сложно, потому что все хостится на WordPress.com, на компании, которая владеет WordPress.com. Это автоматик, она называется эта компания. Они сами занимаются хостингом, и поэтому каждый хостинг там уникален и отделен. И поэтому поисковик не спалит, что один домен и второй домен принадлежат вам. И, собственно, вот мы переходим, собственно, к моменту, что в чем опасность создания PBN сетей. Чтобы понять, почему PBN может быть действительно рискованным вариантом, мы перейдем ко второму виду PBN, которые на самом деле самые популярные в Рунете и в Буржу. На эти активно продаются. Предложений по сеткам PBN действительно много. И я немножко внесу ясность. Что такое сетка PBN? Это не один блог, который вы подняли, а целая сеть блогов, которые действительно работают на то, чтобы вы торговали ссылками с нее на другие источники. Сетка обычно редко поднимается под какой-то один проект. Она поднимается сразу для того, чтобы сделать ссылки на несколько проектов, и, конечно же, разных. Некоторые сетки PBN даже поднимаются для того, чтобы пойти на биржу Миролинкс. И обычно там довольно-таки успешно поселяются. И, допустим, на биржу GoGetLinx, которая попросту формируется, заполняется постоянно новыми площадками за счет этих, конечно же, PBN поднятых сайтов из мертвых. Действительно, как это делается, я немножечко внесу ясность, потому что поднять сайты с мертвых на самом деле не так-то сложно, как вы думаете. Единственный момент – это найти нужный сайт, который нужно поднимать. Мы с PBN-ами сталкивались, но в достаточно небольших объемах, потому что мы заточены на Рунет, в основном, и в Рунете достаточно развиты ссылочные биржи, хотя говорят, что ссылочные биржи зло, но на самом деле, если попасть, там очень хорошие ресурсы есть, они просто дорого стоят. Там тот же Outreach, тот же, который я видел, после что будет про Outreach, тот же Outreach, те же ссылки с коктейными, с хорошими ресурсами можно доставать. А с PBN-ом, на самом деле, история такая дорога, сделать нормальный, ну, вроде бы все бесплатно, дробь там можно купить, который разрегистрировался, за недорого, без аукционов, там даже практически поднять как-то бесплатный коб-архив, но на круг выходит стоимость около 100 долларов за сайт, плюс за ним нужно следить, это вот такой некий минимум. И, соответственно, делать один смысл нет, нужно делать там десяток, другой, это уже несколько тысяч долларов, плюс обслуживание, это просто дорого, если есть другие инструменты, ну, ну, проще эти деньги направить туда. Вот мы сталкивались, мы сталкивались там, где есть бюджеты, там, где бюджеты есть, даже под Рунет, они работают, там с Яндексом спорная история, но у Яндекса сейчас такое ощущение, что они идут по развитию, как-то куглу, к форуму куглу, что есть некий общий, хостовый, там, и статический вес, и ссылочный вес, ну, такой вот, вот как раньше было в Гугле, когда мы пускали ссылки на определенные углы, они как бы хорошо работают. Теперь мы пускали ссылки в целом на пост, ну, отбирая какие-то важные популярные страницы, и как бы растет общий вес, статический, ссылочный. Вот такое ощущение, что у Яндекса в ту же сторону двигается, но прям такого прямого жесткого влияния, вот так в Гугле, выдержит от тебя. И для этих целей удобнее использовать, конечно же, какие-то более серьезные платные сервисы, такие как Ahrefs, и можно использовать, конечно же, Scrapebox. Наша цель изучить бэклинки, которые ссылаются, допустим, на сайты конкурентов, которые мы будем изучать. Например, вы выходите сайт, на которого действительно 21 тысяча ссылок, и вы, конечно же, их изучите, для изучения, вы их, конечно же, скачиваете. Скачав все бэклинки, которые есть у данного ресурса, вы можете затем обратиться к каким-то сервисам, которые просканируют ваши ссылки и найдут заветные сайты, которые умерли, которые являются 404-ми и либо доступ к серверу недоступен, либо являются припаркованными доменами. Здесь, конечно же, действительно подойдет Scrapebox, к сожалению, я его показывать не буду, потому что на данный момент у меня к нему доступа нет, он у Анатолия, и я более детально по Scrapebox запишу отдельное видео, и поэтому, если вас интересует то, как работает Scrapebox, не забудьте подписаться на канал, я покажу, как перебирать огромные массивы ссылок для того, чтобы отсеять нужно. Но, в первую очередь, что нужно, скачанный результат ссылок мы используем для того, чтобы непосредственно по нему уже строить дальше поиск. И мы ищем те домены, рейтинг которых достаточно интересен, и, конечно же, которые отсутствуют и продаются. Затем, нужно же, конечно же, этот домен найти и скачать его. Для этих целей существует очень классный сервис, который называется Wayback Machine. И этот сервис я бы порекомендовал Wayback Machine Downloader. Сервис, который позволяет скачать любой сайт и непосредственно уже с ним работать. Wayback Machine это сервис, который вы закидываете конкретную ссылочку, указываете свой email, куда будет доставлен ваш сайт, и, конечно же, скачиваете его. Ради интереса мы, конечно же, отправимся и скачаем сейчас из веб-архива. Да, собственно, все качается из веб-архива. Зайдем в веб-архив и скачаем нужный нам сайт. И у нас был такой сайт Dr. Mom Recipes. Мы вот с ним работали ранее. Я просто покажу, как это делается. То есть, найденный блок таким образом выкачивается. Мы заходим и скачиваем его. Вот, на самом деле, это мы его уже правда воскресили. Вот мы можем его найти, когда он, допустим, был в сети. и можем найти последнюю, допустим, удачную копию его в апреле. И посмотрим, как он выглядел в апреле 16-го года. На самом деле, я сейчас делаю то, что мы уже делали, мы повторяли этот трюк. Вот мы находим его конкретный слепок этого сайта на этот период времени. Вот он выглядел, ну, точно так. В принципе, но обычный сайт, ничего особенного, хороший блок. Берем этот сайт, вот эту ссылочку, как она есть, и, конечно же, добавляем ее сюда. Затем здесь указываем e-mail, который мы хотим, чтобы пришел e-mail. И, конечно, начинаем скреппинг. Собственно, e-mail придет там через 30 секунд. Придет ссылочка на скачивание копии сайта и здесь installation guide, как непосредственно развернуть этот сайт у себя, допустим, на хостинге. И, собственно, на каком хостинге, собственно, есть несколько вариантов. Free Demo позволяет сделать 4 странички, платная версия позволяет скачать все страницы, которые возможны. Более того, вы можете доплатить еще определенную сумму и сотрудники WebExpress и Downloader прикрутят вам даже админку на WordPress. Затем, после того, как вы, собственно, сайт скачаете, вы его устанавливаете, устанавливаете его через cPanel. Но вопрос только куда устанавливать? Какой хостинг? И хостинг, который мы рекомендуем, называется Bulk by Hosting. И хостинг, которым мы пользовались, он позволяет массово создать на каждый KPM отдельный хостинг и стоит действительно недорого. Если вы пользуетесь другими сервисами, напишите в комментариях, давайте немножечко, чуть-чуть, снимем завесу, как говорится, которая скрывает эту тему на самом деле от общественности. Здесь нет ничего сверхсложного. Поднимаем сайт, находим хостинг, выкачиваем его из Wayback Machine Downloader, например, банально. Там могут скачаться просто контент, либо мы можем скачать, прикрутив админку. По факту, дальше дело техники. Дальше дело техники, мы заливаем их на конкретные хостинги, прописываем логины, прописываем пароли и оплачиваем эти все оплаты за месяц, за каждый PBN. Покупаем домен, не забываем, тот PBN, который вы нашли, скачали, это все хорошо, если у него другой домен. Нужно найти этот домен на продаже, допустим, на лучше всего годится GoDaddy. Если, допустим, там продаются и домены имена, то GoDaddy для этих целей, как говорится, идеален. GoDaddy это сервис продажи доменных имен зарубежный. В принципе, большинство доменных имен мы нашли непосредственно там. И действительно, GoDaddy в этом плане позволяет покупать большое количество доменов и мы рекомендуем использовать поиск доменных имен, конечно же, но и, конечно, если это российские доменные имена, то, понятно, нужно искать по российским доменным регистраторам WebNames и тому подобное, Regrew и аналогичные. Собственно, где окажется, кому принадлежат доменные имена, какой биржа она будет продаваться, это уже, как говорится, выясняется, вбивая доменное имя припаркованного домена, обычно ясно, где она продается и там она покупается. Итого, что нам нужно? Доменное имя, нам нужно скачанный сайт и хостинг. Как говорится, совмещаем это все вместе и получаем PBN. Все очень просто, на самом деле, ничего такого сложного нет, но есть маленькие сложности, про которые нужно знать. Если вы восстановите сайт из дроп домена, у него будет ряд определенных проблем. Во-первых, у него будет, возможно, устаревший даже год, написанный в подвале сайта. У него может быть корявый дизайн, устаревшие CMS. У него может быть даже банально глючные ссылки внутренние, которые при скачивании могут оказаться битами. Поэтому первое, что вам нужно будет сделать, поднятый сайт, прогнать техническим аудитом и проверить, что с ним не так. Во-вторых, конечно же, проверить его мобильную версию. Адаптива может быть попросту не быть, ее нужно будет настраивать. И третий момент, на что нужно будет обратить внимание, может отсутствовать напрочь микроразметка и ее также нужно будет установить. Я молчу про дизайн, о грехе верстки и те вещи, которые нужно пересматривать попросту глазами. Ну и очень важный момент, это, конечно же, телефонные адреса, адреса компании и тому подобное. Эти все адреса нужно будет обязательно заменить на новые зарегистрированные адреса, телефоны, то есть само собой. И, конечно же, не забыть после того, как вы все эти дела сделали, получить другое доменное имя хуиз, так называемое подменное имя, которое тоже стоит определенных денег. И если мы сейчас подобьем черту, сколько все это стоит, мы выйдем на определенные цифры. Итак, давайте подытожим. Смотрите, давайте считать вместе. Доменное имя может обойтись вам до 100 долларов. Хостинг хороший обойдется от 1 до 2 долларов в год, то есть давайте брать 20 долларов. Частный хуиз по средним расценкам стоит 5 долларов. Ну и, конечно же, на сайт нужно будет написать какое-то количество контента, хотя бы за год написать 10 статей. Эта хорошая статья стоит 10-20 долларов, вот, соответственно, и прибавляем, ну, хотя бы давайте 150 долларов. Складываем все вместе и получаем, конечно же, итог, сколько в среднем обходится 1 ПБН при работе с ним. Среднегодичная стоимость затем будет стоить на 100 долларов меньше от этой суммы. и поэтому на самом деле сказать, что ПБН стоит дорого, если, конечно, один, то вроде бы нет, но если их 100, я думаю, 100 доминов я немного погорячился и давайте разберем, если будет действительно 10. Ну, около 2000 долларов, я думаю, выделить на создание сетки ПБН, думаю, может любой начинающий инвестор для того, чтобы развивать свою сеть сайтов и затем, чтобы зарабатывать на ссылках. Но, в первую очередь, я обращу внимание, что вторая проблема, с которой вы столкнетесь, это нехватка времени, потому что на самом деле перебрать для того, чтобы найти один сайт, вам придется перебрать больше сотни доминов. Реально 95% сайтов окажутся ущербными, а из 5 вы будете выбирать один, который будет выглядеть по контенту и по ссылкам более-менее адекватно. И остальные 4 вы оставите, как говорится, на потом. Или, может быть, вы купите и купите, но не будете развивать. То есть домен возьмете себе, чтобы заарканить его, бэки выкачаете, но работать над сайтом, заливать его на хостинг пока что не будете. Допустим, он вам пока на данный момент не интересен. Ну и, собственно, давайте разберем, почему это большие временные затраты. При всем автоматизации процесса, который существует, на развертывание уже готовых сайтов, допустим, ввс уйдет где-то в среднем 30 часов. На 10 сайтов вы затратите где-то 30 часов работы. Но с точки зрения работы программиста и дизайнера вы затратите гораздо больше времени, потому что сайты поднятые, как говорится, просто так, это веб 2.0, либо просто поднятые сайты в том видеоштембль, как они есть, они выглядят убого и их показатели очень быстро снизятся со временем. И в индекс лучше возвращает сайт, который действительно выглядит адекватно, в котором нормальная микроразметка, хороший пейдж спид, мобильная верстка. Все эти вещи, которые я говорю на этом канале, должны уже по умолчанию присутствовать. Но если их нет, то однозначно такой сайт провален и вы на нем далеко не уедете. Но почему же тогда при всех этих недостатках, мы же еще не учили, сколько времени нужно тратить на создание контента, это тоже занимает много времени, почему при всех этих недостатках ПБН до сих пор пользуются спросом и почему к услугам создания ПБН прибегает и почему между ПБНщиками, это собственно специалисты, которые их создают, поднимают и продают иногда целыми сетками либо торгуют ссылками с них, почему между этими специалистами идет нешуточная борьба, и конкуренция. На самом деле есть на то действительно ответ. И ответ этот заключается в том, что рано или поздно вам негде будет брать ссылки. Вы знаете, что если вы продвигаете свои сайты, вы рано или поздно упрете в тот самый потолок лимбилдинга, когда вы понимаете, что ссылки брать попросту неоткуда. Все хорошие площадки вы уже взяли, с хорошими площадками вы договорились, а новые ссылки не появляются. Например, вы перебрали все местные СМИ, вы зарегистрировались в всех известных справочниках, у вас есть профиль на каждом трафиковом форуме, который вы нашли, то есть вы там даже ведете какое-то никакое общение, развиваете там активность, работаете по трафику, но новые линки не появляются, они появляются с тех же старых доминов. И допустим, вы уже даже с блогерами сотрудничаете, даже свежих блогеров ловите, и они публикуют с посты с ссылкой на вас. В основном с этим действительно сталкиваются крупные интернет-магазины, крупные e-commerce проекты, и они действительно упираются в этот потолок SEO, когда линков больше брать неоткуда. И конкуренция говорит, что если ты не будешь выстраивать ссылки, твое линк-плато рано или поздно сделает так, что твоя органика просядет. И единственный вариант, конечно, это PBN. А PBN это вот те самые 99% сайтов, которые никто никогда не видит, но которые внезапно возвращаются. Да, учитывая многообразие всех запросов в интернете, есть сайты, которые какое-то время раньше ранжировались, но пропали. И сайты, которые имели даже какие-то внешние ссылки на себя, имели какие-то хорошие показатели по ключевым словам, однозначно интересный вариант для воскрешения. И именно в поисках вот этих самых сайтов для воскрешения и занимаются PBN-специалисты, ищут эти сайты, восстанавливают их и поднимают на них контент. Для того, чтобы заниматься PBN-ами, на самом деле у вас в команде должен быть хороший программист, который сможет в коде поработать над этим проектом и восстановить его, поставить на него микроразметку, исправить ошибки, прогнать быстрый аудит и делать это должен быть на потоке. Во-вторых, нужно постоянно следить за этой сеткой, покупать домины, следить за доминами постоянно, выкупать, постоянно менять на них хуи, сделать уникальный на этих доминах. Ну и, конечно же, должен быть специалист-контентщик, который будет заниматься поиском авторов, который будет писать статьи. И, конечно же, будет на них контент-менеджер, который будет заливать на все эти сайты статьи и конечно же но по поводу того что должен быть свой хостинг который поддерживает сразу различные уникальные айпи для каждого хвост для каждого сайта это must have что должно быть для ваших сеток вы можете искать разные методы хостинга кстати если вы знаете другие методы хостинга напишите в комментарии если вы выкачиваете сайт из веб-архива другим сервисом тоже напишите в комментариях хочу увидеть сколько нас людей которые могут готовы поделиться этой информации с другими если вы сами торгуете pbn сетями то есть готовы под ключ создать целую pbn сеть ради интереса напишите почем они в среднем продаются потому что действительно будет интересно клиентам узнать готовы ли они покупать целую сеть себе или скорее всего это не рентабельно им проще у вас купить на этих сайтах ссылки ну и конечно же хороший восстановленный pbn может внезапно оказаться лучше среднестатистической площадки потому что у него возможно даже будет какой-никакой но трафик и высокие позиции восстановленные сайты действительно работают но есть еще вариант так называемый пункт 2 под пункт 2 это восстановленный контент яркий пример это та самая статья которую я показывал в самом начале это статья про клабор на самом деле я от этой статьи написал всего 20 процентов контента 80 процентов контента было взято с удаленной статьи из интернета я ее попросту нашел в кэше зашел на веб-архив скачал эту статью и залил я на свой личный блог на самом деле идея брать статьи которые удалены из гугла допустим удалил контент-площадку она удалена из поисковика я нахожу в веб-архиве заливая себе на в 20 блок она отлично аранжируется примером являются мои статьи которые я писал посвященные фильтр урал и понтон взятая попросту из интернета табличка которая была со временем удалена я ее просто сохранил себе история там про пирамидки и собственно правила клабора все три статьи ранжируется моем личном блоге но одно очень топовых местах и на самом деле они доказывают успешность этой стратегии можно воскрешать не целый сайт можно можно воскрешать целые статьи можно находить статьи которые были удалены в прошлом но имели очень высокие показатели и заливать их на свои сайты на свои сетки на свои блоги на веб 20 блоге и конечно ссылаться на себя и это работает она реально передает вес сложность заключается лишь только в том что вам нужно найти те самые уникальные статьи которые одновременно удалены и хорошо ранжируется и соответствует вашей тематике но вернемся давайте немного к практике для того чтобы найти хороший домен который будете использовать для воскрешения это конечно же должна быть какие-то цифры и эти цифры нужно где-то проверять идеально для проверки на самом деле используют такие сервисы как mos и majestic на мозе мы проверяем в первую очередь домен авторити и page авторити домен авторити позволяет проверить рейтинг домена насколько он хорош мы сравниваем собственно скаченные списки битых сайтов которые будем воскрешать и ищем сортируем их по домен авторити затем сортируем по самым лучшим страницам по page авторити смотрим насколько на этом сайте есть хорошие страницы с которых можно будет сделать ссылки именно у них будет наиболее высокий потенциал поэтому page авторити это второй показатель который мы будем оценивать ну и конечно же в majestic мы смотрим такой показатель как trust factor и citation flow эти показатели мы используем из majestic поэтому оба сервиса однозначно должны быть куплены и pbn мастер который работает с вами по созданию сеток должен иметь к ним доступ и без них попросту но он работать полноценно не сможет если говорить сухими цифрами домен авторити должен быть больше 18 цитейшн flow должен быть больше 15 а trust factor должен быть больше 18 на самом деле все что я рассказал сейчас это является так называемой стратегии дроп доменов но дроп домены которые используются для pbn это когда вы поднимаете дроп и восстанавливаете его контент но существует и более простая методика когда вы восстанавливаете дропы но понимаете что восстанавливать контент вы на них не планируете вас интересуют только те дропы на которые находится большое количество ссылок но контент на них вас не устраивает тогда вы собственно используйте вот эту тактику дроп доменов когда вы делаете редирект с этого домина на тот домин на который вы хотите вести вы просто поднимаете домин меняете хуис покупаете делайте все процедуры кроме вытягивания контента и покупки хостинга на самом деле вы делаете все манипуляции непосредственно в регистраторе доменных имен и прямо на регистраторе доменных имен настраиваете тот самый редирект и передаете вес на свой сайт для молодых проектов может быть даже это отличный вариант как используют дроп домины для раскрутки сайтов я думаю мы расскажем наших последующих вебинарах я приглашу те кто действительно на этом специализируется и задам им соответствующие вопросы если же вас интересует такой формат диалога не забудьте подписаться на канал нажать колокольчик и конечно же следить за уведомлениями о выходящих вебинарах на нашем канале окей вы создали сеть а что дальше что с ней делать дальше во первых вам нужно на ней действительно заниматься тем что создавать новый контент нужно писать статьи и по этому поводу мы действительно занимались и заморачивались этим и на наших созданных пбн их мы писали статьи возвращаясь к нашему сайту доктор мамрайтспис на самом деле мы можем сейчас на него зайти он до сих пор еще у нас лежит на хостинге и мы можем на него посмотреть как он выглядит сейчас и на самом деле если сравнить с веб-архивом он немножечко изменился да потому что мы действительно изменили на нем дизайн изменили на нем контент. Единственный момент у нас отвалился сейчас на данный момент CDN, поэтому картиночки не подгружаются кое-где. Но на самом деле в целом сайт даже стал лучше выглядеть, чем он был изначально в веб-архиве. И мы действительно заморачивались над тем, что писали на него новые статьи. И действительно эти статьи публиковались на сайте. Сказать, зачем вы это делали? Для того, чтобы ваша сеть росла, каждый сайт на этом ресурсе должен, во-первых, обновляться, а во-вторых, конечно же, на него должны постоянно ставятся внешние ссылки. Поэтому вам нужно однозначно озаботиться о том, чтобы на этот сайт появлялись тоже ссылочки. Самый простой вариант это Quora Reddit на первичный момент для зарубежного сегмента. В русскоязычном сегменте это ответы Mail.ru и тому подобное. То есть самый простой способ находить вопросы, которым отвечает написанная статья, и сделать ссылки, что у меня есть статья на эту тему. Такую ссылку менее вероятно, что всего, что ее удалят, и она останется. Поэтому краудмаркетинг постстатейный лучше заказывать. Статейный краудмаркетинг реально не труд, он реально хорошо работает. И если статья написана не чушь, а какой-то более-менее адекватный материал, то она действительно еще зайдет, еще получит лайки, ее начнут обсуждать. И ваша сеточка еще будет иметь хороший трафик. Поэтому комменты, в первую очередь, это краудмаркетинг, с чего нужно будет начинать. И, конечно же, нужно будет поработать над комментами. Комменты могут подтянуться древние, можно не забывать ставить новые. И на комменты нужно отвечать. Комменты это тоже способ обновления контента, поэтому комментировать сеточку можно просить разных людей. Для этого годятся самые разные сайты. В русскоязычном сегменте это отличный сайт, который называется VML.ru. И, конечно же, на VML.ru можно заказать себе комментарии, все что угодно. То есть ссылки, чтобы покидали, пообщались за вас. Прекрасный сайт, на котором можно заказывать такого рода простую работу для обслуживания вашей сетки. Или вы уже нанять людей, которые будут этим заниматься для вас полноценно. То есть каких-то студентов, которые ищут работу, можно нанять. И они будут работать вместе с вами. И, конечно же, любой восстановленный сайт требует такой тщательной работы. Небольшое количество ссылок с форумов. Конечно же, нужно делать работу по созданию контента, по обновлению контента. Ну и, конечно же, дизайн. С дизайном придется, как говорится, как следует поработать. И даже сделать полноценную админку и работать с контентом. И действительно, это не какой-то просто восстановленный HTML сайт. Это реально поднятый сайт из веб-архива, который мы делали для нашего клиента. И мы выстраивали эту сетку специально для этого клиента. Сколько это будет стоить для любого рядового клиента? Как я и говорил, сетка из 10 сайтов обойдется клиенту от 2000 долларов. Это только себестоимости. Ну, то есть, более того, она может обойтись гораздо дороже. Хорошая, с хорошим подходом, потому что здесь не учтена работа дизайнера, работа программиста. Мы просто это посчитали. Поэтому, сколько реально стоит сетка PBN с таким хорошим тщательным подходом, вы можете, конечно же, в уме предположить. Это я имею в виду цифры в год. Понятно, что она и строится на год, поэтому деньги нужно брать, как говорится, уже сразу и на весь год вперед. Поэтому сетки PBN – это один из вариантов, действительно, создания ссылок, когда вы уперлись в потолок и ссылки брать неоткуда. Второй вариант – ссылки можно с них продавать. Поэтому люди, которые занимаются на перепродаже ссылок, могут вложиться для того, чтобы эти сетки создать и продавать ссылочки из них. Своебразный такой ссылочный маркетинг. Выставить эти сайты на биржу и продавать ссылки непосредственно с биржи на них и получать, в принципе, неплохой доход. Ну и третий вариант – где взять сайты. На самом деле сайт можно просто купить. Найти владельца, который продает сайт, выбрать нужную тематику, посмотреть его трафик, сравнить все показатели и просто взять готовый сайт, не заморачиваясь со всеми этими штуками. Он обойдется вам дороже, но, как говорится, зато у вас не будет проблем с восстановлением доступа, со всей этой ерундой. Есть целые площадки, где реально продаются сайты. Одна из них – это известная Телдери, вторая – это биржа продажи сайтов PRCI. Ну и, конечно же, вы можете найти на Flip.com веб-сайт, тут точно так же продаются сайты. Можно увидеть, что некоторые сайты стоят довольно дорого, можно увидеть сайты, которые стоят копейки. Можно их выкупать, участвовать в аукционах. Получить сразу домен, хостинг, всю информацию, перерегистрировать, сменить хуиз, пожалуйста, и получаете то, что нужно. Но ценники, конечно же, на некоторые сайты могут быть дешевые, могут быть дорогие. Здесь нужно оценивать все показатели. Нужно смотреть, например, на бирже продажи сайтов можно посмотреть сразу ИКС, индекс качества сайта, это яндексовский показатель. И смотреть сайты, у которых ИКС повыше, смотреть, какие из них интересны, и сразу брать. Например, доска объявлений с ИКСом 60 довольно неплохое предложение. Но инфопортал за 25 тысяч, с ИКСом 30, надо смотреть, что за трафик. Ну и, собственно, у многих сайтов сразу уже написаны доходы, которые они дают. Это тоже довольно-таки неплохо, можно реально сравнить, пообщаться и взять готовый сайт за небольшие суммы денег. Сайты продают иногда люди, которые пытались создать сайт, но не смогли, не развили этот бизнес и продают. Либо закрывшиеся бизнесы продают свои сайты. Это очень выгодный способ, как говорится, реинвестировать обратно себе деньги, потому что сайт уйдет в оборот дальше. На нем сменится все, включая брендовое имя, останется только домен, а реально бренд сменится. А сайт будет жить своей жизнью и даст деньги бывшему владельцу. И поэтому перепродажа сайтов это тоже выход, когда вам нужно продвигать, создавать свою сетку. Либо, допустим, вам нужно избавиться от сайта, который вам не нужен. Поэтому способы создать сетку у нас, как я говорил, немного. Мы можем ее создавать руками, можем ее воскресить, а можем купить готовые сайты, сразу раскидать на хостинге и радоваться жизни. Поэтому какой метод предпочитаете выбирать вы, напишите тоже в комментариях, как вы бы создавали свою первую PBN-сеть для своего большого проекта, который вы планируете продвигать долгие годы. На этом все. Меня зовут Николай. С вами был, как говорится, я сегодня по очень необычной теме. И если вас тема это интересует, я позову специалистов на следующий вебинар, чтобы более детально рассказали про все вопросы, которые вы накидаете мне в комментариях. И поэтому я с удовольствием буду рад вас, если вы подпишетесь на мои подкасты, где я обсуждаю различные темы касательно себя продвижения и контекстной рекламы. Ну и не забывайте читать мои статьи, которые выходят у нас на блоге. До новых встреч!